и всем привет друзья вы на канале sky top games и это новые эксперименты из universe sandbox 2 знаю знаю как обычно многие давно ждали новых экспериментов и вот это видосик специально для вас но перед началом данного видео хотел бы выразить огромную благодарность всем спонсорам на канале спасибо за вашу поддержку ребята очень приятно спасибо спасибо за каждый лайк новую подписку я рад каждому новому человеку на канале она скоро уже 6000 да ребята многие из вас пишут мне множество комментариев sky снимай почаще universe sandbox 2 снимай почаще space engine но ребята если посмотреть на статистику она ничтожно мала она я не знаю почему она упала она не такая как было раньше множество тысячи просмотров тысячи а сейчас и до тысячи не дотягивает подписывайте своих друзей родственников бабушек и дедушек подписывайтесь со вторых аккаунтов спасибо ребята ну что же новые эксперименты как я вам и обещал смотрите вся солнечная система в нашей ладони в наших руках планета земля земля а меркурий подожди меркурий вот меркурий это венера это марс газовый гигант царь всех планет юпитер сатурн с его шикарными кольцами это уран но без колец почему-то странно нептун а луна почему здесь нету плутона почему планету записали в обиженке это даже как-то немножко неприятно так вся солнечная система в нашей ладони посмотрите планета земля сколько их пойдет в юпитер мне кажется что скорее всего сотня может быть больше так подождите юпитер кольца сатурна врезаются в юпитер это замечательно это нормально поначалу мне показалось что это вообще пояс астероидов ну если разместить юпитер в центре колец сатурна то кольца бы смотрелись бы очень даже ничего с вместе с юпитером согласись я думаю что это было бы здорово они ему очень подошли так ну что ж посмотрите насколько наша планета земля по сравнению с газовым гигантом юпитером ничтожно мало просто ничтожно мало даже если ее разместить в кольцах и сатурна господи хотел сказать юпитера мне кажется все кольца состоящие из мелких и больших камней полностью собрались бы в диаметр нашей планеты земля в диаметр 6371 километр ну а теперь запускаем симуляцию и мы увидим как все планеты солнечной системы сольются воедино и что же у нас останется останется наверное наш большой газовый гигант юпитер кольца разбрасывает действуют огромные приливные силы гравитации всех планет полностью всех планет симулятор ругается но это нормально марс должен первым упасть на юпитер я ну я почему-то не вижу его приближения где столкновение так а если посмотрите какое кольцо образовалось вокруг всех планет удивительно а если ускорить немножко время час в секунду 7 часов в секунду видимо на этом симуляция закончилась ну вообще по идее по идее конечно юпитер полностью должен поглотить все планеты по крайней мере маленькие точно юпитер с сатурном столкнуться и станут огромными такой знаете не назвал не назвал бы звездой но большой планеты очень большой планеты ну допустим давайте сейчас мы просто возьмем вот сделаем знаете что инструменты меркурий берем наш меркурий и и мы сейчас стоп я неправильно сделал мы берем меркурий и запускаем его прямо таки на юпитер прямиком на юпитер так ускоряем время и меркурий застывает на месте вообще шикарно берем венеру венеру и запускаем ладно давайте тогда сделаем так откроем сейчас подождите основное пустую наверное надо открыть пустую хотя можно даже и солнечную систему открыть полностью оба и было столкновение нет вы видели как работает данный симулятор это чудесно так давайте сейчас мы с вами наш юпитер раз уж мы начали эту тему поглощение всех планет сколько планет в месяц в юпитер и что станет с юпитером мне это очень интересно вообще так так меркурий запустим да вы видели насколько насколько он мал запускаем его на юпитер поехали так в диаметре наш юпитер немножко возрос а теперь мы запустим следующую планету планету венера в диаметре мы возросли где-то на километров 900 маловато ну ладно по идее газовый гигант у нас не знаю он полностью планета венера земля не настолько ничтожно малы что они полностью должны войти в юпитер и никаких всплесков выплесков знаете наверно материалов земли не должно быть в открытый космос так планета земля юпитер ну юпитер конечно же раскалился марс поехал марс посмотрите юпитер настолько стал раскаленным что марс при приближении к этой планете стал нагреваться так уран ух ты ух ты ух ты температура стала колоссальная я бы назвал сказал бы чтобы и даже назвал бы юпитер теперь знаете маленьким голубым гигантом нептун запускаем сатурн ну я не знаю даже сталкивает ли этот газовый гигант с этим большим газовым гигантом с гигантом всех королей с королем всех планет просто вот такое вот столкновение все подождите ну чуть отдалимся ну ладно поглотим еще один сатурн ух ты это больше похоже не знаю на какой-то туманность стала больше похоже так окей все достаточно я думаю на этом надо симуляцию закончить юпитер в диаметре стал по моему уменьшаться да он стал он уменьшился в сотни в тысячи раз все газы его просто выкинуло я не знаю за границы орбиты посмотрите какие всплески не образовалась образовалась небольшая туманность здорово так давайте давайте сейчас вернемся не вернемся вернее а перелетим к планете земля и вот наш юпитер он раскален он выкидывает все 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 всю оболочку из себя все газы и температура его также падает в размере так подождите юпитер вернемся туманности да образовались туманности так а почему бы нам не закидать а почему бы нам не столкнуть юпитер с юпитером конечно здесь наш юпитер намного больше так поехали запускаем новый юпитер столкнулся со старым юпитером с наиболее меньшим размером и все газы все что старый юпитер выплюснул в открытый космос он полностью все в себя забирает естественно гравитация намного массивнее и больше и все что находится рядом с ним он полностью поглощает в себя помните комету шумея киров леви и вообще юпитер нас защищает от многих опасностей в космосе от многих астероидов каких-то комет он имеет нам много больше гравитация и все опасные астероиды обычно врезаются в него так ладно девятая планета давайте столкнем девятую планету фиг с ним чего уж там гадать то да полетели ух ты девятая планета девятая планета не понял мы ее только что просто запустили а она уже превратилась в какую-то комету посмотрите какой хвост тянется интересно так интересно интересно стой поверхность состав силикат то есть подождите железо силикат у нас немножко образовался на поверхности то есть его ядро ядро юпитера стало чуть-чуть каменистым водород 95,3 вот это какой свет невероятно так я предлагаю прилететь сейчас на планету земля планета земля и отсюда как всегда должна быть неведомая красота я не вижу юпитера может быть он сошел с орбиты из таких столкновений а нет вот яркий юпитер так юпитер вот наш юпитер и посмотрим да он конечно же от таких столкновений он полностью поменял свою траекторию должен сейчас улететь просто за границы за границы космоса ой что должно твориться наверное на солнечной системе я не представляю сатурн стал простите а пятой планетой юпитер нас покинул юпитер нас покинул далеко и надолго да интересно вот такая симуляция друзья всем кому понравилось пальчик вверх подписка на канал до новых встреч до новых экспериментов пока до новых встреч с вами до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...